Мы будем говорить о том, какие мифы были рождены за эти несколько десятилетий. На самом деле, за очень короткий исторический период, совсем немного времени понадобилось для того, чтобы правда, казалось бы, очевидная, документально зафиксированная, многими увиденная, оказалась поставлена под угрозу политической мифологизации, спекуляции, иногда просто глупости. Как пропаганда борется с исторической правдой? Как фейки, стереотипы, заблуждения подменяют собой истину? Какие опасности возникают, когда мы разговариваем о Второй мировой войне? И сегодня мы эту тему будем обсуждать с прекрасной, на мой взгляд, сонмом экспертов и практиков. Это Руслан Юрьевич Новиков, генеральный директор издательского дома «Аргументы и факты». Мария Бутина, которая чуть-чуть задерживается, сейчас это журналист Russia Today, эксперт, политолог. Ну а мы знаем Марию как человека, еще и пережившего тюрьму, американскую тюрьму. И ей тоже много что есть, наверное, рассказать о том фрагменте диалоги. Томас Рёпер, журналист, писатель, издатель «Антишпигель», наш германский эксперт. Он будет выступать третьим, я с огромным волнением жду его сообщения. И с нами по зуму Егор Николаевич Яковлев, историк, директор научно-посвидетельческого проекта «Цифровая история», автор монографии «Война на уничтожение». Ну а меня зовут Наталья Лостева, я заместитель главного редактора «Мир России сегодня», того медиа, который берет свои корни от легендарного софт-информ-бюро. Руслан Юрьевич, я знаю, что ваше издание системно, последовательно и очень ярко работает с темой мифологизации и итогов Второй мировой войны. И вы неустанно и упорно продолжаете рассказывать аудитории и доказываете, к сожалению, правду. Расскажите, пожалуйста, о том, из чего складывается эта стратегия, зачем вы это делаете, как вы это делаете. Спасибо, Наталья. Доброе утро всем. Спасибо большое, что пригласили. Мы ничего не делаем просто так, но, наверное, как и любой СМИ, наша основная история, наша основная задача – это работать с аудиторией. И нам, может, нравится, не нравится слово «пропаганда», как угодно к нему можно относиться. Я очень не люблю слово «борьба», «война». Война вообще слово такое резко сложное и болезненное. Бороться с фейками, бороться, пропагандировать, что-то насаждать. И мы считаем, что совсем не в этом наша роль, а мы считаем, что наша роль в последовательном, эволюционном, эволюционной работе с аудиторией. И это очень взаимно. Мы делаем эту работу, и аудитория этим очень удовлетворена. Мы сделали небольшую презентацию, она, вот видите, даже обыгрывает как-то наше наименование, не аргументы и факты, а факты и аргументы в разговорах об истории. Так вот, если немножко конкретнее о том, что мы, вот большой, крупный, серьезный, авторитетный издательский дом, профессиональный контент, отсутствие фейков. Да, у нас сегодня заявлена тема фейков в том числе. Мне кажется, мы настолько много и часто прожевываем эту тему и вот это слово, что, ну уже давно должны были все привыкнуть, что фейки – это точно не про нас. Это не про нас, не про официальные СМИ, не про бренды официальных СМИ, вне зависимости от того, в каком формате мы уходим. Вот наша основная задача все-таки в чем? Наша основная задача, наверное, в том, чтобы просвещать, в том, чтобы учить, в том, чтобы помогать разбираться, в том, чтобы находить вот эту достоверную информацию и делиться ей с нашей аудиторией. Вне зависимости от того, какая аудитория. И объединять эти аудитории. Слайды, простите, такие, как, может быть, для нашего мероприятия не совсем подходящие, там, довольно веселые все, улыбающиеся. Но наша задача же не пугать, не настраивать против, не настраивать негативно, не насаждать ужас. Наша задача – просвещать, давать действительно проверенную информацию, проверенные факты. И я повторюсь, что, да, мы не говорим о пропаганде, мы говорим о том, чтобы заниматься воспитанием, заниматься просвещением. И это регулярный процесс, вот, опять же, это не битва, которую мы выиграли, поставили себе, там, пятерку с плюсом и пошли дальше готовить новую операцию и выигрывать новую битву. Это бесконечный процесс, и мы, например, им занимаемся вот все то время, сколько мы существуем, вне зависимости от того, когда издательский дом появился во времена Советского Союза, как он эволюционировал, там, в 80-х, 90-х, 2000-х. Это бесконечный процесс. Отдельный слайд, потому что мы много всегда говорим о том, что, там, мы не интересны молодежи, молодежь, там, другая. Молодежь ушла от нас, ушла от брендов традиционных, вне зависимости, опять же, от того, как контент мы передаем. Это так. Почему это происходит? Ну, потому что это естественный процесс. Давайте вспомним нас, когда нам было 10, 15, там, 16, 20 лет, когда мы вовлекались в этот процесс потребления информации. Ну, на самом деле, а доверяли ли мы брендам, которые на тот момент были брендами наших родителей? Да нет. Ну, кто-то из нас газету «Правда» всерьез читал, кроме того, что мы на политинформацию в школе получали? Нет, этого не было. Что появилось дальше, да, что появилось в нашей жизни, и почему, например, те же самые аргументы и факты, это самый тиражный еженедельник в стране, появились те бренды, которым появилось доверие новой аудитории. Почему появилось это доверие и как бы как его формировать? Вот мне кажется, что часто, как вот на этой презентации, верхняя история, мы часто занимаемся морализаторством. Мы пытаемся научить наших детей чему-то с позиции силы, с позиции правого. И вот знаете, психолог же говорит, да, у меня маленькие дети, и я когда готовился стать родителем, я читал книги, и там везде написано, если вы хотите о чем-то объяснить, что-то объяснить ребенку, о чем-то с ним договориться, опуститесь на колени, да, встаньте, опуститесь на корточки, встаньте с ним одного роста, попытайтесь договориться с ним на его языке и с его позиции, да, не будьте выше, не будьте сильнее. И вот такая история, нам кажется, она и в освещении этой темы, да, темы Второй мировой войны, темы страшной войны и Великой войны одновременно, она так же приемлема, по-другому, ну, вряд ли получится. Если говорить и о проектах, в проектах о войне, говорить на том же языке, и я сейчас, будет обязательно отдельный пример, как это делать, да, и как мы это, по крайней мере, делаем, то тогда, наверное, будет успех. Я сознательно сегодня именно сделал презентацию по проектам конкретно, потому что я озвучу кое-какие цифры, как заходят эти проекты в аудиторию, а у нас нет, мы довольно экономно относимся к нашим ресурсам, у нас нет денег на продвижение наших проектов в сторонних ресурсах, мы не занимаемся рекламой, мы занимаемся продвижением в своих ресурсах и иногда ресурсах партнеров, которые помогают нам действительно качественно, и качественные проекты продвигать. Вот, например, проект «Пионеры-герои», который мы сделали несколько лет назад, это истинные истории пионеров-героев, вроде бы давно забытые, которые, ну вот сейчас, я не знаю, я, честно говоря, не знаю, изучают ли в школе истории пионеров-героев, как мы ее изучали в свое время. Не изучают, да? А вот этот проект собрал миллион. Это наш, наверное, самый такой успешный проект из военной тематики. Миллион просмотров. Довольно простой проект, если вы его откроете, там посмотрите, там нет ничего особо сложного. Но это вот настоящие истории, которые написаны простым языком и написаны для обычного человека. Там нет никакого пафоса, там нет никакой, не знаю, там злости, там нет никакого отторжения, чего бы то ни было. Это вот добрый, понятный, простой проект. Отдельная история, это наш большой и, наверное, наш самый главный проект последнего пятилетия. Это детская книга войны. Что это такое? Это некоммерческий проект, сразу скажу. Эта книга не продается, вы не сможете ее нигде купить. Она была издана нами к прошлому юбилею Победы. Это сначала было 35, потом стало 37. Мы дополнили дневников детей войны, которые они писали, будучи в блокадном Ленинграде, в гетто, в оккупации, в окопах. Читать это очень сложно. Если не сказать большего, практически невозможно. Я сам подходил к чтению этой книги раз, наверное, 20, и больше, чем один дневник за раз прочитать практически нереально. Это вот такая чистая боль, причем боль светлая, искренняя и детская. Как дети переживают гибель своих родителей, своих близких. Иногда это довольно такие милые и действительно светлые истории. Но мы понимаем, сколько ужаса и сколько боли в них заложено. Мы сделали сначала книгу, потом перевели ее на английский язык. Эта книга попала во все библиотеки мира, она во всех школах Москвы и во всех библиотеках России. Она попала в ООН, мы передали ее во все посольства. Это такой был для нас социальный проект. А дальше мы начали с этим контентом работать, потому что просто сделать книгу и забыть про нее мы не смогли. Мы сделали в этом году подкасты, а до этого мы сначала большими известными людьми, актерами, театр, кино, спортсменами, даже космонавт у нас озвучивал. Мы озвучили эти дневники известными голосами. Мы сделали аудиоверсию, мы выложили ее на сайте. А в этом году мы сделали вообще новый продукт. И это как раз к вопросу про разговор с аудиторией, молодой аудиторией. Мы сделали мультфильмы по этой книге. Они, конечно, короткие, они не вмещают целый дневник, но это такие маленькие короткие истории. Если можно, давайте посмотрим видео. Я там пару минут, я не знаю, кто включает видео, наверное, не я. Включите, пожалуйста, видео, мы чуть-чуть времени потратим на это. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сразу второй, если можно, давайте, потому что это был такой общий ролик про весь проект. Если можно, один мультфильм хотя бы нам покажите. Дневник Васи Баранова. В Подьмах мы подошли к ограде, большущей проволоке, в несколько рядов. Полицай с ружьем в руке пропустил нас. Мне стало шутко, мне казалось, что я уже отсюда не ходок. Всех нас ввели в длинный коридор барака. По разговору определил, что здесь и русские, и украинцы. Сегодня дали мне номер на шею. 2-5-7-9-5. Во второй комнате умер вчера парень. Володькин земляк. В случае голодной смерти здесь уже не новости. Жить становится невыносимо. Но умирать без всякого всего не хотелось. Нет. Выжду момент и умрю с треском. Желать ужасно хотелось. Я пошел в помойную яму и насобирал там брюквенных очисток. А полицай заметил и хотел меня поймать, потому что не разрешают лазать в помойной яме. Я удрал. Прихожу в комнату. Ребята просят, я им дал. А Гриша сказал, что в яме их много. Но только смотри, полицая. Он побежал и не заметил полицая. И только Гриша приложился собирать. Как полицай ударил его сзади прикладом и убил насмерть. Я целый день не мог найти себя. Ведь через меня его убили. Если бы я не пошел, он бы и не знал. Вечером труп куда-то увезли. Я так плакал, что по всему телу пошли синие жилы. В случае скорой победы, и я останусь еще жив, то сегодняшний случай послужит еще большей мести этим фашистским извергом. Мы еще им докажем, кто мы. Спасибо. Будет время. Есть еще один. Потом, если останется время, посмотрите. Все посмотрите, когда нужно будет на сайте, на нашем и на проекте выложено все. Это только малая часть. Вы слышали голос Познера. Вот такой проект, и когда это голосом детей для детей, для всех для нас, но для детей в том числе, это работает совсем по-другому. Это не морализаторство, это не агитация, это не пропаганда. Это вот то, что заходит в самое сердце, и к этому невозможно относиться никак, кроме как проникнуть с этими проектами. Цифры для понимания – это 22 миллиона просмотров. Мы этот проект только в этом году сделали и совсем недавно закрыли. Мы закрыли его только в августе, выпустив последние серии. 22 миллиона просмотров. Но они доступны. Они доступны, конечно, да, естественно, это для общего пользования. Мы все их в соцсетях размещали, и я даже на своей личной странице, естественно, каждую серию размещал, и все мы это делали. 22 миллиона просмотров, 206 тысяч переходов из соцсетей, 121 тысяча уникальных посетителей сайта. 22 миллиона – это вместе с партнерскими показами, потому что, конечно, такой проект мы серьезно двигали все вместе. А вот проекты для тех, кто постарше. Там есть мой любимый «Берлинская операция». Для меня это вообще некое большое открытие было. Я не знал всего того, что я прочитал в нашем же собственном проекте про «Берлинскую операцию». Очень крутые, мощно сделанные собственные разработки проекты с интегрированными анимациями, картами, фактами, фотолентами. Совокупно вот эти проекты, например, собрали тоже около миллиона человек. И вот наша задача – вовлечь в этот лонгрид нашего пользователя, нашего читателя, и показать ему это так, как нам кажется правильно. И да, эти проекты… Я показываю диджитальную историю. Естественно, все это так или иначе происходило и в газете. Единственное, что у нас очень ограничены возможности всегда печати. Мы не можем интегрировать туда видео, мы не можем интегрировать туда фотоленты, мы не можем сделать многое, но и аудитории нашей не надо. Зато, чем хорош принт, его читают часто по несколько раз, особенно если нравится, а еще вырезают и откладывают в долгую. Я буду, наверное, быстро… Это еще проекты вот этого года, последнего. Это то, что случилось буквально в нашу уже пандемийную историю. Мы готовили оффлайновые проекты, мы должны были сделать большую фотовыставку «Московская промышленность фронту» с департаментом промышленности Москвы. Мы перенесли это в онлайн, и на самом деле ключевые показатели по проекту оказались выше, чем наша расчетная, которую мы видели в оффлайне для этого проекта. Отличный проект «Лица Победы», как раз совместно с Музеем Победы мы делали этот проект. «Московская промышленность фронта» – это 31 история, это порядка 20 тысяч уникальных прочтений. «Лица Победы» – это 10 семейных историй и 24 тысяч уникальных прочтений. В этом году мы стали главным информационным партнером «Бессмертного полка». И это онлайн тоже проект. Для нас был большой вызов сделать такой онлайн, потому что мы все жили в другой реальности. Я считаю, что тоже это получилось у нас. Я буду подходить к завершению. Вы знаете, мы стараемся миссию свою формулировать для себя и ей следовать. Мы не гонимся за хайпом, мы не пытаемся спекулировать, мы не пытаемся ловить аудиторию заголовком, хотя мы зарабатываем деньги. И для нас аудитория – это, собственно, конверсия в наши доходы. И я, как человек бизнеса, мы все заточены абсолютно на деньги. Но нам кажется, что все-таки формирование лояльной аудитории, формирование доверия с нашим читателем и пользователем через вот такие проекты, через проекты не хайповые, но очень правильные, душевные – это то, что мы должны делать. И вне зависимости от смены поколений, технических, технологических решений – это вот наша миссия, и мы должны быть здесь. И это все была моя позиция как генерального директора издательского дома «Аргументы и факты». У меня есть еще какая-то персональная тоже позиция. И мы, когда в юбилей Победы обсуждали в том числе наши совместные всей страны некие пропагандистские усилия по возвращению исторической правды и справедливости, я не стесняюсь озвучивать свое мнение. Я человек, мне 45 лет, я воспитан на той правде, на рассказах наших отцов-дедов. Они видели эту войну, они видели эту победу, и это, наверное, самое важное, то, что не могут получить сейчас наши дети, не могут получить из первых уст эту правду. Но очень серьезной для нас, для всех, воспитательной, наверное, историей был кинематограф. Всегда. Так же, как мы сегодня обсуждаем нюрнбергские процессы. Кто главный обвинитель нюрнбергского процесса? На мой взгляд, один из главных обвинителей – это кинематограф, это документальное кино. Если бы не было того документального кино, сначала американского, потом советского, скорее всего, не было бы столь яркого и показательного процесса в нюрнберге. Так вот, тот кинематограф, который мы помним, на котором мы воспитаны, где настоящие парни и девушки, мужчины и женщины боролись с несправедливостью, боролись с ужасом войны, боролись за свою родину, боролись за свои жизни, любили, погибали, страдали. Я сейчас очень часто вижу таких простых людей, которые делают все то же самое, только почему-то не в нашем кино, а в заокеанском. А в нашем кино генерал дает кому-то в морду, половину предателей, и самый вдруг хулиган кого-то спасает ценой собственной жизни. Мне кажется, мы немножко не туда пошли. И если можно делать вот такие проекты, которые искренние, добрые, настоящие, и про правду в том числе, то, может быть, и там тоже нужно вернуть эту воспитательную функцию, потому что мы же все знаем, что самым популярным у нас искусством в народе является кино. Это действительно так. И очень хотелось бы, чтобы государство, которое так или иначе принимает участие в финансировании практически всего отечественного синематографа, частичного финансирования, безусловно, наверное, тоже пересмотрело свою позицию, потому что в таких проектах нам тоже нужна помощь государству. Мы ее часто получаем. Не всегда, но часто. Может быть, и там нужно пересмотреть свою позицию, и тоже как немножко по-другому к этому относиться. И тогда, возможно, наши дети увидят ту историю войны, которую видели мы, и те истории людей, которые были на войне, которые помним мы. Это было мое частное мнение. Спасибо большое за внимание. Если будут вопросы, я отвечу всегда. Спасибо огромное, Руслан. Ну, вопросы мы, наверное… Да, давайте я тоже хочу аплодировать тому, что делают аргументы и факты. И спасибо огромное. Я тоже считаю, что правда не нуждается в бантиках и какой-то там оболочке. Правда, драматургичнее и впечатляюще любой выдумки. И мое личное, наше личное мнение, мое личное спасибо за то, что вы подняли историю снова пионеров-героев. Мне кажется, это вот тот материал, скажем, может быть, немножко с таким профессиональным жаргоном, но тот материал, который необходимо знать. И любая молодая женщина, которая выросла уже вне, вот знаете, когда кожей мы чувствовали… Наше поколение кожей чувствовалось, что войну мы соприкасались с людьми, очень часто свидетелями войны. А потом выросло другое поколение. Вот сейчас эти молодые люди, они сами стали родителями, да, им там по 30-35 лет, и для них эта война, она где-то там как 1812 год. Но когда молодая мама или молодой папа прочтет историю Марата Козея, Зины Портновой и еще сотен известных и не очень известных детей, которые совершали настоящие подвиги без какого-то там вот, без какого-то преувеличения драматургического, я думаю, что правда тоже откроется у тех людей, у тех 30-летних, на которых, на плечах которых сегодня судьба нашей страны, за это огромное спасибо. И я сразу хочу обратиться к Марии. Вот как вам кажется, Мария, когда так много документальных свидетельств, когда, казалось бы, все так очевидно, это невозможно, невозможно подставить под сомнение, да, то, что не фальсифицировано, что любой экспертизой, любым самым придирчивым умом будет доказано, что это правда. Как умудряются люди в самых разных странах, я считаю, что в США у нас все-таки основной такой центр мифологизации итогов войны, как это возможно, что за приемы используются и зачем они это делают, и как этому противостоять. Спасибо большое за вопрос. Мы сейчас здесь говорили о методах, то есть о том, вернее, о том, какую информацию нужно доносить, как с использованием социальных сетей доносить эту информацию, почему это так важно для нашего поколения. Отвечая на ваш вопрос, я бы хотела поговорить немного об акторах, об участниках этого процесса, потому что вы спрашиваете, как можно приехать в Орегон, зайти в музей Второй мировой войны, естественно, потому что это Америка, и обнаружить, что единственное упоминание советской России есть на первом стенде, где есть два портрета, один Гитлера, второй Сталина. Всё остальное ты идёшь через великолепнейшую экспозицию в американском стиле, упаковка красива, ты видишь совершеннейший подвиг американских солдат, которые, в общем, не оспаривают их части, но в конечном итоге понимаешь, что американцы выиграли войну. И нужно понимать, что в Орегоне... Ну, конечно. Более того, они противостояли в этом вопросе всему миру, включая первые два портрета, которые находились в самом начале. То есть тебя сразу ставят в определённое положение. Сталин с Гитлером? Что Сталин с Гитлером были вместе, потому что они как это подводят? Они говорят, вот произошёл раздел мира, вот они, два диктатора, вот посмотрите фотографии, как они делили мир, а вот теперь приходят светлые американцы, и мир спасают. Ну, капитан Америка, как бы всё понятно. Значит, почему об этом важно говорить? Потому что в вопросах защиты исторической правды, на мой взгляд, нет. Здесь нельзя закрыться в своей коробочке. Здесь нельзя убедить только нас с вами здесь, и, может быть, кого-то на постсоветском пространстве, в том, как было на самом деле. Потому что если эту позицию не транслировать вовне, в глобальное пространство, мы эту информационную войну проиграем. Потому что мы можем сколько угодно здесь помнить, но сегодня, по-моему, только ленивый не говорит о влиянии социальных сетей, о том, что есть информационные гиганты, которые контролируют информационное поле. И если даже мы будем здесь, на своей площадке, бесконечно говорить, выпускать великолепные работы, потому что это действительно то, что коллеги делают, это великолепная работа совершенно. Но если это будет только внутри нас, то вот это влияние извне со временем вода точит в камень, к сожалению. И я, наверное, неприятные вещи говорю, но их надо признавать. Потому что для нас очень важна работа, в том числе за пределами Российской Федерации, за пределами дружественных нам сегодня стран. Поэтому то, о чем я собираюсь поговорить, именно о методах продвижения вот этой исторической правды. Потому что некоторые... Я вообще вот эту презентацию не показывала нигде. Она пришла ко мне вследствие того, что там случилось со мной. Я, кстати, понимаю, насколько вообще дневник помогает в таких ситуациях, потому что я тоже писала дневник в тюрьме. Да, и это действительно внутренний диалог, когда ты рядом с тобой, ты уже не один. То есть вокруг тебя вроде бы есть какие-то люди, ты с ними беседуешь, они, наверное, рядом с тобой. И это действительно человек, который читает дневник, это совершенно по-другому. Это как оказаться на чем-то месте и посмотреть все от первого лица. Я думаю, это важно. И это действительно очень правильный метод донесения информации. Потому что когда кто-то тебе рассказывает историю, это одно. А когда человек пишет дневник, и ты понимаешь, что вот он, ход его мыслей, вот так. Это очень важно. Почему ко мне пришла идея с российскими соотечественниками? И почему они очень важны в защите исторической правды, где бы они ни были? А у нас около 30 миллионов соотечественников, людей-выходцев из Советского Союза, людей, у которых есть родственники, российские граждане. То есть это очень большая группа. И у нас, как вы знаете, в Конституции теперь закреплена защита соотечественников. То есть это теперь есть в основном законе. Там несколько было законодательных актов, связанных с упрощением процедуры получения гражданства, процедуры получения виз для супругов. Это очень важно. Потому что эти люди, по сути дела, оказываются на передовой борьбы за историческую правду. Потому что это люди, которые находятся, проживают, работают, находятся там, не знаю, в туристических, медицинских поездках, каких угодно. Но они там. И они как раз имеют больше возможности оказать влияние на то, что происходит, на то, чтобы защищать все-таки историческую правду. Эта история ко мне пришла, исходя из недавно возникшего информационного повода. Значит, неделю назад нашу гражданку, россиянку Богдану Осипову, после трех с половиной лет лишения свободы в Соединенных Штатах, наконец-то выпустили под домашний арест. Значит, это стоило титанических усилий. Богдану обвиняли в краже собственного ребенка. Ее дети, она из Калининграда, ее дети находятся здесь. Она поехала, вышла замуж за американца, поехала домой с детьми к бабушке. В это время любящий супруг подсуетился несколько и подал на нее иск в суд за то, что она украла его детей. Ее дали 7 лет тюрьмы. К счастью, путем титанических усилий со стороны нашего государства, общества, адвокатского сообщества, это было очень сложно, сроки сократили, одну статью убрали, то есть детей она уже не крала, ну, сами понимаете, 3,5 года отсидела, ну, бывает, ну, как бы так сложилось. В особо сложных условиях подорвали пользуностью девушки здоровье. Но я, в общем, вот о чем хочу сказать. Пример ее освобождения, пример моего освобождения, он очень показателен. Потому что помимо наших государственных органов, которые я показываю на нашей презентации, в этом участвовала еще одна группа, которую я с удивлением обнаружила, когда Богдана вот неделю назад позвонила мне уже с чьего-то телефона в Соединенных Штатах, она сейчас выехать просто не может, у нее там еще какой-то суд в ближайшее время. И сказала, ты знаешь, вот я тут вышла, я тут вот в Бруклине стою, у меня тут вот какая-то сумка из тюрьмы есть, знаешь, мне, наверное, надо работу найти. А мы с ней общались все это время, ну, после моего освобождения по телефону. Я говорю, подожди сейчас, секунду. Я позвонила нашим коллегам из ТАСС и сказала, в Америке, и сказала, что у нас девушка в Бруклине с сумкой стоит там, ее только что из тюрьмы выкинули. Помогите ей, пожалуйста. За 15 минут мы собрали 10 тысяч долларов. Ну, вот, чтобы вы понимали, когда мы говорим о патриотизме, когда мы говорим вот это вот все, вот своих не бросаем, мы там один за всех, все это хорошо. Но вот это был конкретный пример. Когда девушку, наши соотечественники, моментально приехали в Бруклин, напоили ее чаем, привели ее домой, моментально помогли ей купить мобильный телефон. Знаете, вот эти вещи, о них без слез говорить нельзя, потому что вот она, настоящая поддержка, она вот так выражается. С одной стороны, здесь были и наши, естественно, россияне, которые, я всю ночь сидела и собирала там какие-то, они переводили деньги через Western Union, и пересылала, значит, через Наташу в ТАССе эти, значит, коды маленькие, вот там коды, чтобы она могла деньги собрать. Но вопрос не в этом. Нашли соотечественники, у которых были массажные салоны, они пригласили Богдана на массаж, какие-то обувные магазины помогли там что-то купить, рестораны, где накормили. Я вот о чем. Мы просто привыкли считать, что эти люди, которые вот соотечественники, да, они уехали, и будь они прокляты, потому что они нас бросили, да, пусть они там со своим уехали в свои Америки. А так ли это де-факто? У них свои группы, они тоже ведут работу, они тоже распространяют вот эти же мультфильмы, и фильмы, о которых мы говорили. В конце концов, вот он пример. Они были не обязаны и помогать ничем. Многие из них сейчас не граждане России, они граждане других государств, да, они хотели бы вернуться, но это не всегда получается. Поэтому это пример. Еще один момент, который один из наших соотечественников просветил меня об этом. Я не буду читать лекцию о том, что такое бессмертный полк, потому что есть люди, которые этим занимаются. Я не об этом. Я о том, что в 2016 году участниками бессмертного полка в мире было только 39 государств, а в 2019 году 500 городов в 115 странах. Некоторые из этих организаторов, безусловно, наши посольства и консульства, и спасибо им огромное. Но кто эти люди? Основные организаторы. Это российские соотечественники. И для меня это было большим открытием, потому что, общаясь с коллегами, уже вернувшись здесь, собственно, представителями российскими соотечественниками, они им, в общем-то, рассказали, с какими проблемами они сталкиваются, и что, если не это, как защита исторической правды. А на них страшные гонения осуществляются в это время. Им запрещают акции проводить, и они все равно выходят, и все равно это делают. Поэтому, на мой взгляд, наша обязанность их поддержать. Вот, пожалуйста, некоторые примеры. Я должна сюда показывать эту сторону. Некоторые примеры организаторов акций в разных странах совершенно. Это Италия, Марокко, и таких фотографий тысячи. И, на мой взгляд, наша обязанность, то, о чем я говорила, именно поддерживать этих людей. Почему это важно? На самом деле, задача через российских соотечественников не вмешиваться куда-то, не продвигать какие-то свои интересы, а понимать, что когда наши ветераны вместе с американскими ветеранами, с помощью наших же соотечественников, говорящих на двух языках, находятся вместе, и понимают, что вот она, историческая правда перед нами, это воспринимается совсем по-другому. Потому что они вроде бы одной ногой здесь, и одной ногой там. И это замечательно. Ровно процитирую вас сейчас, Наталья Геннадьевна. Отечественники не отрезаны ломать. Они не предали Родину. Они в свое время уехали у кого-то по каким-то причинам. Я все понимаю. Некоторые из них, да, поменяли сторону. Но некоторые из них не забыли Родину. По-моему, на мой взгляд, они наша часть, они наше лицо. У Советского Союза всегда была очень продуманная политика в отношении тех, кто живет за пределами. Они тоже наша часть и наша опора в сохранении правды. Проводники идеи мира, сотрудничества, защитники и ретрансляторы исторической памяти, русского языка, многие из них борются именно за то, чтобы работают в маленьких школах. Я свидетель там где-нибудь в Южной Дакоте. И преподают русский язык. А многие интересуются этим. Они поддерживают наших сограждан. Они наши опоры. Что бы я хотела отметить в завершении своей презентации? С нашей стороны им тоже нужна помощь. Не только от государства, но и от общества. С одной стороны, если говорить о государственных проблемах, то ту помощь, которую им оказывают со стороны посольств и консульств, очень часто очень сложно получить и за нее отчитаться. Это фактор. И я на эту тему разговариваю с МИДом, потому что важно, чтобы получалось не как в той сказке про синий карандаш. Должно быть очень просто что-то дать, это взять и использовать на пользу делу. Еще одна проблема. Я не буду от вас скрывать. Русофобские настроения, они я на себе проверила. И многие, к сожалению, из наших коллег-журналистов на себе проверили, что бывает и как незаконно преследуют наших сограждан. Тем не менее, когда мы проводим какие-либо акции, когда мы просим наших соотечественников распространять ту или иную литературу, мы должны всегда помнить, что они под пристальным вниманием. И если мы можем юридически оказать им какую-то помощь, чтобы они сделали все возможное, юридическую защиту, потому что они всегда будут на передовой и в этом смысле, и преследовать их будут тоже, ровно так же. Не люди обычные, а именно государства. И, на мой взгляд, самый главный вопрос, он у меня отражен пунктом третьим, те люди, которые когда-то уехали, а сейчас хотят вернуться. И это огромная проблема. И я работаю на телеканале Арти, и мы часто занимаемся ситуациями получения гражданства. К сожалению, это не всегда просто, и закон не всегда работает идеальным образом. Я думаю, что со стороны журналистского сообщества, вообще всех, люди, которые хотят вернуться, мы все-таки должны им помочь в меру своих возможностей. Но это нужно делать, на мой взгляд. Спасибо. Если есть какие-то вопросы, это понятно у нас в конце. Вопросы в конце, да, прям мороз по коже. Мы сегодня прям с разных сторон посмотрим на эту ситуацию. И мне кажется, очень органично сейчас я перейду к нашему следующему гостю, тоже журналисту, писателю. Такому человеку, который вырос в ФРГ, и мы с Томасом Репером-Ровесники, мы с ним ходили в школу, когда свидетели, участники войны были вполне еще молодыми, крепкими людьми, активными. И вот этот диалог был очень частый. Мне интересно, как было в его детстве, как это свидетельство прошло через десятилетия, и какой вклад сегодня в ФРГ, как основной участник событий, о которых мы говорим, вносит в сохранение и удержание исторической правды. Мне кажется, что вот более объективного взгляда, когда мы говорим о том, что изнутри ФРГ услышать невозможно. Томас, пожалуйста, вам слово. Спасибо. Хотел прямо уже, Мария, во время вашего выступления аплодировать, потому что частично это то, что я хотел рассказывать. Есть вот это вот мудрое слово, победитель пишет история. И если я смотрю, как мы в Германии, в школе, учили про Второй мировой, какие у нас документальные фильмы, репортажи и так далее, то это очень близко к тому, что вы рассказывали. Гитлера, Сталин, они зли, а америкосы, простите, нас спасли. И тема сегодня является вопросом пропаганды, насколько переписывают сегодня историю. Я бы хотел начинать с тезисом, что это не сегодня, это было всегда. В моем понимании, просто степень наглости меняется. И это как раз связано с тем, что вы говорили, что раньше были еще свидетели живы. Я как помню себе, в тинейджерском возрасте мне эта тема была очень интересна. Я с бабушкой, дедушкой много говорил. Уже в этом возрасте читал книги по этой теме. И что я вижу, об этом я сейчас хочу с примерами рассказывать, это именно степень, как поменялся со временем, очень плавно. Тем меньше свидетели, чем наглее стали. Например, если я возьму то, чем нас учили в школе, там понятно, что нас учили, да, самый тяжелый фронт и самые большие немецкие ресурсы ушли на российский, на советский фронт. Но без поддержки Ленд-Лиз из Америки еще вопрос, как Советский Союз постоял. И вообще, как бы по итогам, решающим фактором были все-таки американцы, когда открыли фронт в Италии и во Францию. Но хотя бы тогда еще был упор на то, что самый для Германии сложный фронт, который по итогам решил вопрос, это был советский. Это сейчас немножко меняется, к этому еще подойду. И хочу даже рассказать о примере своей семьи. Я родился в Бремене, и в конце войны вышло так, что в Бремене, кроме Гауляйтера, значит, главного фашиста, никто воевать не хотел. И в полиции придумали или решили передать Бремен без боя. И мой дедушка в полиции был тем добровольцем, который пошел через фронт и договорился с британцами о том, что как бы сдача Бремена без выстрела. Окей, он погиб в 45-м, еще не мог у него ничего спросить, но у бабушки мог, потому что она ввела такой, так сказать, частный архив. И там мне очень интересно было следующее. Этот архив сейчас у меня, и там я читал в документах, что поскольку Бремен сдается без боя, был отдан приказ британскими солдатами не грабить город. У меня возникает вопрос, а зачем нужен такой приказ? В немецких учебниках мы учили и сегодня учат, что британцы, американцы, они приехали с шоколадом для детей. У граба там ничего не написано, а тут не секретная информация, это публичная информация. И вот тут уже началась в принципе сразу фальсификация. Значит, нам показали советские солдаты, они пришли оккупировать, мне это сегодня слышим, раньше уже слышали, сталинизм пришел, советские солдаты ввели себя варварство, многое снасилование, может было, может нет, но американцы пришли с шоколадом. А что сегодня, если взять сегодняшние исследования, о которых в немецких СМИ не говорят, то они подняли, ученые подняли архивы полиции 45-го и так далее. В американском секте были много тысячи изнасиливания, но ни слова нету, они привезли шоколадку. Это немножко сейчас меняется, я говорил с подругой, одноклассница, которая ребенок, дочь, через 16-17 лет как раз училась в школе и в истории темы Второй мировой, я смотрю учебники, там сейчас роль Советского Союза меньше и меньше. Больше и больше играет роль, что американцы спасли, Советский Союз что-то оккупировали, и вообще еще вопрос, мы помним эту старую историческую карикатуру британскую, где Китлер и Сталин жмут друг друга руки, и действительно как бы там хоть это не прямым текстом так написано, но вроде как Сталин с этим пактом Валюта Варипетра дал Китлеру зеленый цвет. Вот то, что можно учить в немецких учебниках. Хочу сейчас о себе еще другое рассказывать, как я, который там вырос, у которого это было все знание, потому что как бы все, что я сейчас говорю, это то, что в документальных репортажах, книгах, учебниках. У меня начался момент, когда я начал реально задумываться, это было, может помните, 75 лет начала войны была большая церемония в Дансиге, где был Путин, и там была такая, я бы сказал, известная пресс-конференция Путин и тогдашний премьер-министр Туск в Польске, где Дональд Туск очень прямо перед прессой обвинил Путина в этом договоре Риббентрова и Молотова, и Путин очень спокойно ответил, перечислился, все эти договора, которые другие, западные, в том числе и страны, заключились с Китлером до этого. И Путин там рассказывал одну интересную вещь, это хороший пример к тому, как пишут истории на Западе. Путин рассказывал о том, что после Менчинского Загорова, который там называется Менчинского соглашения, как после этого немцы и и Палак вместе оккупировали Чехословакию или часть судетской немецкой территории и Польша взяла себе тоже кусок регион, который на немецком называется Тешин. Я вот это там первый раз услышал, думаю, как это так? И я начал искать в немецком или вообще западном интернете и везде, где пишется Второй мировой, предыстория и так далее, там слова об этом нет. Если об этом не слышал, ты не узнаешь. А если ищешь конкретно историю города Тешин, вдруг бабац все есть. Значит, если ты не знаешь, что искать, ты эту правду там не найдешь. Я на своем сайте Антишпигель был, кстати, немножко горжусь, был первым, которым перевел статью Путина, которую в этом году писал. Я даже был быстрее, чем российское посольство. Почему я об этом говорю, потому что Путин там писал некоторые, в моем понимании, очень правильные вещи. Именно чтобы все открыли свои архивы, не забываем, что британские, американские архивы частично до сих пор засекречены, и чтобы историки действительно смотрели, а не политики. И я почему это помню, сейчас говорю об этой статье, потому что она свидетельствует о том, насколько эта тема в Германии интересна, и насколько, может, не большинство, но много немцев понимают, что с этим рассказом о войне что-то не так. на моем сайте статьи Путина, мой перевод статьи Путина, самая читаемая, самая популярная статья, которая вообще есть у меня, я набрала в два раза больше читателей второе место, что говорит о том, что немцы, это на самом деле интересно, они жаждают информации, которой там нет. Ну, в этом году, может, помните, почему мой сайт Антишпига, я всегда убеждаюсь в этом великим немецком журнале Шпигель, когда в январе был годовщина освобождения Освенцина, концлагеря Аушвиц в Польше, Шпигель действительно вышел в Твиттере с картинкой, с благодарностью американская армия, которая освободила Освенцина. Не могу это комментировать без ницензурных слов. И тут не ошибка, они прекрасно знают. Это осознанно, конечно, осознанно. То же самое посольство США также тогда писало в Твиттере такой же твит, что американцы сегодня... Правда, посольство США в Дании, хотя я потом скорректировал. Типа, извините, да, мы знаем, что это было советское, но мы же хотели помнить о нашем Общем Союзе. Так что реально я немножко без слов, когда вот вижу все такие вещи и то, чем я занимаюсь, значит, писать на немецком о политике и, скажем так, даже о российском взгляде на вещи, когда я начал, это был хобби. Сейчас это работа, потому что неожиданно у меня есть большая аудитория в Германии, которая меня читает, и интересен тот факт, что те, так сказать, не мейнстрим-СМИ, к которым я, как, в принципе, только блогер, отношусь, как потихоньку им перекрывают воздух. Вот сейчас тема актуальна. YouTube сейчас, например, закроет один канал за другим, в Германии всех этих альтернативных СМИ, и там просто уже крик в помощь, как ни странно в России, откройте какую-нибудь альтернативу, у нас есть ВКонтакте альтернатива Facebook, у вас есть что, почему не откроете альтернативу YouTube, где мы также можем найти люди, которые смотрят, заработают на рекламу, потому что там профессиональные студии, которые стоят деньги, которые живут на пожертвовании YouTube-рекламы. Сейчас почти все крупные, ну, так, в кавычках, крупные такие каналы. Сложнее и сложнее достучаться, я даже сейчас не хочу сказать с правдой, а хотя бы с дискуссией, с альтернативной точкой зрения к тому, что там является мейнстримом, в том числе, если это касается Второй мировой войны. А чего бояться-то они? Как мне кто-то писал сейчас, когда все дискуссия была о том, что цензура на YouTube, на Facebook растет, просто на глазах, цензура нужна там, где прокрыть правду, где правду спрятать надо, там нужна цензура. Это тоже, да, такой же вопрос к Марии, почему в Америке не рассказывают правду, почему там Америка победительница, они хотя бы союзники, или может страна, которая взяла, потеряла больше всего человек в этой войне. Как говорится, победители пишут историю. И, например, если возьму Германию, там это до сих пор работает, и для меня это всегда интересно, тем более для моих российских друзей, что немцы до сих пор, даже молодые, которые вообще не причем извиняются за немецкую вину. Я считаю, с историей нужно учить, делать выводы. Я не могу извиниться за то, что было 30 лет у моего рождения. Наша ответственность в том, что делать выводы из истории, для этого как бы нельзя его переписывать, а нужно наоборот анализировать нашу историю и делать выводы, чтобы она не повторилась. кто не учится со своей историей, наверное, повторяет все старые ошибки. Это было бы самое страшное, что можно себе представить. Ладно, таким образом хочу закончить свое, так сказать, импровизированное выступление. Спасибо за внимание. Если что, жду вопроса. Удивительные вещи узнала я и для себя, но самое главное, что я сейчас услышала и обнадеживающее, что есть Германия, аудитория, есть люди, я так понимаю, что их очень немало, у которых есть внутренняя потребность и внутренний заказ на правду, на истину. И мне кажется, сейчас очень важно всем нам не упустить, возможно, вот этот последний шанс, когда произойдут уже какие-то необратимые последствия, искажения в сознании и то, что является правдой сегодня бесспорной для какой-то части людей, потом станет уже обратным как бы мифом, миф о мифе. Я бы сейчас хотела, чтобы наши коллеги вывели на экран следующего нашего спикера Егора Николаевича Яковлева, историка, директора научно-образительского проекта «Цифровая история», автора монографии «Война на уничтожение». Здрасте, Егор Николаевич, здорово. Так, я немножко фаню сейчас, да? Здорово, что нашли возможность быть сегодня с нами и очень важно мне ваше мнение. Я бы хотела, вы наверняка слышали наш разговор, я бы хотела начать со своего вопроса все-таки кому эта мифологизация выгодна и что за ней стоит, кроме просто спекуляций как развлечения или как коммерческая выгода. Очевидно, ведь стоит за этим какой-то страх, опасение чего-то. Кому выгодно мифотворчество, когда мы говорим о Второй мировой войне? Продолжение следует... — Самые чудовищные и странные мифы из уст российских политиков, чиновников, деятелей культуры. Вот я сейчас с большим интересом посмотрел мультфильм, который показывали коллеги, озвученный голосом Владимира Владимировича Познера. И мультфильм замечательный, и история прекрасная. Но, с другой стороны, мы же знаем, что недавно Владимир Владимирович Познер сделал заявление относительно того, что в советском государстве были значительные фашистские черты. И лично для меня есть серьезное противоречие между этим мультфильмом и заявлением, по сути, о тождестве нацизма и коммунизма, нацистской Германии и Советского Союза. С моей точки зрения, невозможно, с одной стороны, увековечивать память борцов с фашизмом, а с другой стороны, говорить и намекать на то, что они практически такие же фашисты, как их противники по другую сторону фронта. Поэтому, конечно, зачастую мифологизация всегда обслуживает те или иные политические или деловые интересы, и цель ее заключается в том, чтобы изменить ситуацию, вот эту вот игру престолов, локальную или мировую, в свою пользу. Спасибо. Ну, тогда мы ждем вашей презентации. Да-да-да. Ну, вот смотрите, мой доклад будет несколько более академическим, наверное, хотя в конце я постараюсь перейти к актуальности. Я хотел бы показать целый ряд исторических мифов, которые зародились не сегодня, но которые сегодня используются очень активно в международной пропаганде и даже, к сожалению, вошли в историографию и цитируются академическими учеными. Ну, как я уже сказал, начать следует с того, что любой миф появляется там, где на него существует социальный запрос. Он всегда его, всегда обслуживает какой-то социальный запрос. И сегодня я представлю мою типологию этих социальных запросов, наиболее распространенных. Вот одним из таких запросов является демонизация противника, либо в горячей войне, либо в холодной. Но цель именно представить противника виноватым, представить противника ответственным за многочисленные бедствия, за все происходящее. Вот совершенно классическим примером является, например, вброс, произошедший в ноябре 1939 года. Я думаю, всем медийным работникам будет это очень интересно. Речь идет о так называемом сообщении агентства ГАВАС, это французское информационное агентство, которое обнародовало в ноябре 1939 года фальшивую речь Иосифа Сталина на секретном заседании Политбюро, якобы произошедшем 19 августа 1939 года. В этой речи Иосиф Сталин якобы выбирает между предложениями англо-французской делегации и делегации немецкой и выбирает немцев. Почему? Потому что это позволит стравить западные демократии и нацистскую Германию, организовать большую затяжную войну в Европе и в конечном итоге советизировать Францию. То есть вот это вот была фальшивка, нацелена именно на французскую аудиторию. Каков был социальный запрос, для каких кругов эта фальшивка была подготовлена? Она была подготовлена для консервативных кругов Франции и шире Европы, которые страшно боялись мировой революции. И вот эта фальшивка, она как раз и пыталась укрепить эти круги в убеждении, что Советский Союз по-прежнему хочет мировой революции и готов не просто ее дожидаться, когда созреет революционная ситуация в Европе, а готов предпринимать какие-то интриги, какие-то специальные меры, стравливать державы для того, чтобы в конечном итоге большевизм победил во Франции. И, соответственно, именно он несет основную ответственность за развязывание Второй мировой войны, которая уже в этот момент шла. Ну, надо сказать, что после Второй мировой войны в эту фальшивку уже практически никто не верил. Появились академические работы, причем не советских историков, которые просто это сообщение агентства ГАВАС игнорировали. Да, было заявление Сталина отдельное о том, что это фальшивка, сфабрикованная в каком-то парическом кафе Шантане. Поэтому советские историки с этим не очень работали. А вот западные историки, например, такой немецкий историк, возможно, германский коллега знает его, Эберхард Эккель, написал хорошую работу, посвященную этой речи, где доказал, что она вне всякого сомнения является фальшивая. И другие западные исследователи, например, Джеффри Робертс, также доказывали фальшивость этой работы. Но, тем не менее, вот она вновь появилась в научном обороте в начале 90-х, и даже сейчас некоторые академические историки ссылаются на нее как на подлинный документ. Еще одна мотивация появления фальшивок – это необходимость ухода от национальной или любой групповой вины. Это здесь примером может служить миф, который тоже наверняка прекрасно известен германскому коллеге. Это так называемый миф о чистом Вермахте, который сразу же после Нюрнбергского процесса начал раскручиваться, когда Вермахт не удалось осудить как преступную организацию. То есть СС признали преступной организацией, а Вермахт нет. В Вермахте считалось, что отдельные лица были виноваты, но в целом Вермахт вел рысовскую войну на Восточном фронте. Вермахт не совершал многочисленных военных преступлений, а сражался по законам войны, принятым международным сообществом. Эта социальная установка продержалась в течение многих десятилетий и держится до сих пор, хотя в Германии с этим активно работает историческое сообщество, не без труда. Например, есть известный германский историк Вольфрам Вепте, который организовывал в 90-х годах выставку под названием «Война на уничтожение», где он демонстрировал преступления Вермахта. И вот эта выставка была встречена в целом немецким обществом болезненно и в штыки, потому что она работала вот с этим мифом, опровергала его, и далеко не все Вольфрама Вепте поняли. Или, скажем, Вольфрам Вепте, другие немецкие историки публиковали работы про приказ о комиссарах, потому что приказ о комиссарах – приказ, предписывавший убивать вот такую категорию военнопленных сразу же по взятии в плен. Комиссаров изданы, кстати, еще до начала вторжения в Советский Союз с немцами. Очень многие в Германии не верили в то, что такой приказ существовал, когда отрицать это стало уже невозможно. Стали говорить, что да, приказ существовал, но не исполнялся. Потом были представлены доказательства, что нет, он исполнялся. И исполнялся довольно дотошно. Еще один фактор – это преодоление комплекса исторической неполноценности. Я здесь в презентации вывел миф битвы при Аламовоца 1242 года. Эта битва была придумана чешским поэтом Вацлавом Ганкой и изложена в фальшивом, созданном им древнечешском эпосе «Кроледворская рукопись». Эта битва, в эту битву поверила чешская интеллигенция, потому что у нее была социальная установка, что у чешского народа должна быть великая... А когда была создана? Сфабриковала «Кроледворскую рукопись» в начале XIX века, когда Чехия еще входила в состав Австрийской империи, и у чешской интеллигенции был запрос на национально-освободительную борьбу, а для развертывания этой борьбы необходимо было обрести или придумать, как в его случае, древнюю чешскую историю, которая была бы не хуже, чем у немцев. Ну, это вот пример такой из XIX века, но можно найти пример из XX, о том, ближе к тем событиям, которые мы в целом обсуждаем. Это, например, миф о почти выигранной немцами Первой мировой войне, потому что в Германии нацистской пестовался миф о том, что вот уже чуть-чуть оставалось до победы, и только проклятые евреи и большевики ударили в спину, организовали революцию, строили восстание моряков в Киле и сорвали немцам триумф. Вот если бы не они, Германия была бы победителем в Первой мировой войне, и этот миф стал одной из основ политической мобилизации нацистского режима. Да, если можно, следующий слайд. Спасибо большое. Еще одна мотивация таких мифов – это утверждение своих позиций за счет гиперболизации событий, или наоборот, за счет его отрицания. Наиболее яркий пример – это отрицание плана ОСТ. Если мы с вами посмотрим на содержание целого ряда правых пабликов в социальных сетях или сообществ, как в других социальных сетях, я, кстати, согласен с Марией, о том, что социальные сети играют огромную роль, и, конечно же, не только в Европе и США, но и в нашей стране, вот пестуется миф о том, что никакого плана ОСТ не существовало, то есть не существовало плана присоединения и освоения нацистами завоеванных советских территорий. План объявляется придумкой советского агитпропа, в том числе и те документы, которые были представлены в Нюрнберге, они объявляются фальшивками, и это достаточно распространенная точка зрения. В определенных кругах правые радикалы в нее верят. Но, конечно же, это не так, о чем я скажу чуть попозже. Ну и вот возникает вопрос, применительный к Великой Отечественной войне, как со всем этим бороться. Есть вариант, который тоже активно используется обществом, это придумывание контрмифов, придумывание каких-то альтернативных вбросов по принципу «а у нас будет свое». Но этот миф, конечно, дело в том, что и с советской стороны тоже были мифы, созданные во время Великой Отечественной войны, и разоблачение этих мифов чрезвычайно болезненно. Вот, например, здесь, наверное, стоит сказать историю, вспомнить историю про 28 панфиловцев. Значит, я сразу оговорюсь, что я ни в коем случае не отрицаю реальный бой Дубосекова, который действительно происходил, и люди, которые там сражались, погибли. Но сейчас ни один историк не будет утверждать, что все в этом бою происходило так, как было описано в знаменитой статье Кривицкого, которое было, конечно, пропагандистским произведением и таким пропагандистским выстрелом той самой войны. То есть мы понимаем, что все происходило иначе, не так пафосно, хотя эти люди, которые сражались вне всякого сомнения, для меня являются героями. Вот. Но следует иметь в виду, что вот у контр-мифов, да, у них очень краткосрочный эффект, потому что в ситуации информационного общества, в которой мы сегодня живем, никакой альтернативный миф, то есть в конечном итоге все-таки неправда, долго не просуществует. Его препарируют, разберут по косточкам и в конечном итоге опровергнут, и вместо пользы мы получим ущерб. Поэтому я вижу только тяжелую, во многом неблагодарную, очень долгую, но тем не менее научную борьбу против вот этой социально-политической мифологии, которая в первую очередь должна базироваться на публикации документов. И здесь мы вынуждены признать, что в случае со Второй мировой, с Великой Отечественной войной мы, конечно, сильно отстали, потому что очень многие документы у нас в стране были не опубликованы, и научное сообщество их не обработало. И, собственно, вот, например, появление мифа о плане ОСТ, о том, что такого плана не было, является как раз во многом результатом этих недоработок. Есть на Западе издан, например, классический сборник историка Чеслова Мадайчика, где собраны все нацистские документы, посвященные плану ОСТ, но на русский язык переведены из них единицы. И даже классический знаменитый документ замечания и предложения по плану ОСТ чиновника Министерства восточных территорий Эрхарда Вецеля, опубликованный в военно-историческом журнале в 1960 году, был опубликован не полностью, а со значительными лакунами. И мы, собственно, те советские историки и постсоветские историки, которые обращаются к этой публикации, ну, честно говоря, не до конца понимают, что там происходило. Кроме того, я должен обратить ваше внимание, мы очень многого на самом деле не знаем о нацистских преступлениях на территории Советского Союза, еще и потому, что целая часть из них разбиралась на так называемых малых или дополнительных нюранбергских процессах, которые прошли после главного процесса. И эти процессы, на этих процессах советское обвинение уже не присутствовало. Судили там американцы в своей зоне оккупации, но два из этих процесса, как минимум, имеют самое непосредственное отношение к тому, что происходило на Восточном фронте на оккупированных территориях СССР. Это процесс над так называемыми айнзацгруппами, то есть эскадронами смерти, которые следовали за войсками и истребляли активных врагов рейха, таких как евреи, коммунисты, подпольщики и так далее. Значительная часть офицеров этих айнзацгрупп попала в американский плен, или целенаправленно туда сдалась, и судили их американцы. Но, к сожалению, материалы этого суда очень интересные, на русский язык до сих пор не переведены. То же самое можно сказать о первом малом Нюрнбергском процессе, так называемом Нюрнбергском процессе над врачами, над нацистскими докторами эсэсовскими, которые проводили эксперименты над военнопленными, над разными людьми, над евреями, цыганами, в том числе над советскими военнопленными. И вот в этом смысле очень интересная тема, очень важная тема для нас, которую мы, к сожалению, не знаем. Это тема подготовки программы массовой стерилизации, которая шла под патронатом Рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Что такое массовая стерилизация? Это желание нацистов лишить возможности крупной массы народа иметь потомство. Конечно же, в первую очередь, эта программа была заострена против советского населения, которое должно было резко сократиться, а его землю должны были занять трудолюбивые немецкие колонисты-поселенцы. И вот я некоторое время назад опубликовал материалы, посвященные как раз этому процессу и этим делам, хотя бы очень быстро, например, зачитать вам малоизвестный в России меморандум доктора Адольфа Покорнова, который в октябре 1941 года обратился к Генриху Гиммлеру со следующим предложением. Он написал, Движимой мыслью, что враг должен быть не только побежден, но истреблен, я считаю своим долгом представить вам, как рекскомиссару по укреплению германской народности, ниже следующее. Доктор Мадаус опубликовал результаты своих исследований по медицинской стерилизации. Прочтя его статьи, я осознал огромную важность описанного в них препарата для текущей борьбы нашего народа. Если, как обоснованно в исследовании, стало бы возможно производить препарат, который через небольшое время после его приема незаметно лишает человека возможности иметь потомство, то в нашем распоряжении оказалось бы новое могущественное оружие. Мысль о том, что 3 миллиона большевиков в нашем плену могут быть стерилизованы, то есть не сумеют продолжать род, но сохраняют работоспособность, открывает перед нами богатейшие перспективы. Вот такие вот документы, а их на самом деле очень и очень много, и они в нашем национальном научном обороте пока, к сожалению, не присутствуют. Так вот, вот такие документы как раз и являются лучшим инструментом для борьбы с мифами и в первую очередь с главным мифом о тождестве нацизма и коммунизма, о том, что Советский Союз и нацистская Германия это одно и то же, о том, что нацистская Германия не стремилась завоевывать территорию СССР и уничтожать его население, о том, что нацисты были хорошими, а мы были плохими. Вот на этом, коллеги, позвольте закончить свое выступление сегодня, и если есть вопросы, я готов на них ответить. Спасибо огромное. Я думаю, сейчас мы зададим вопрос к спикерам. Я хотела бы сейчас, прежде чем перейдем к вопросу, сказать, что мы как мера сегодня... Ролик приготовьте нам, пожалуйста, вначале. Тоже хотим ввести свой вклад в это создание ткани современной правды. Мы еще раз запустили новый ресурс Нью-Ярак-Медиа. Предприниматель проект Наталья Осипович будет начать следующую сессию и будет рассказать подробнее об этом. И вот на этом ресурсе мы будем очень подробно рассказывать, публиковать документы, фотографии, аудио, фотосвидетельства. Здесь также в зале Сергея Мирошниченко, наш партнер в программе, это человек, почему мы поаплодировали, потому что человек, он работает, он чиновник, работает в мэрии города, но все свое свободное время, каждый час, каждый выходной он тратит на то, что переводит на русский язык документы нюрнбуржского процесса, не переведенные за последние 70 лет. Сергей Миршченко хочет видеть этого человека. Спасибо вам огромное, и он будет с нами, и я думаю, что это люди, которые достойны государственных наград. Марьёв, можно вас к общественному делу тоже попросить? Да вы знакомьтесь, все достойны общественных наград, потому что взял, не стинал, не сокрушался, что документы не переведены, сел и стал переводить просто. Где вы сейчас уже находитесь? В какой точке? Микрофончик, возьмите. Сказал о том, что на сайтах наука, право, военная литература уже опубликованы, ну, я надеюсь, и в вашем проекте уже опубликованы и дело Аньзацгрупп-перевод, и медицинское дело, совершенно верно, был процитирован меморандум доктора Покорнова, в который входит состав этого медицинского дела, и действительно большое количество материалов, по сути, медицинское дело, это даже двухтомник, там огромное количество материалов, в том числе, о планах стерилизации на Востоке. Ну, могу только рекомендовать Егору Игору использовать данные источники. И приходить к нам на проект Нюрнберг-Медиа. Мы надеемся, что проект будет жить в течение года, и если, так сказать, обстановка будет благоволить, мы проведем в октябре 2021 года конференцию в городе Нюрнберг, где мы подведем итоги вот этого года разрушения мифов. Давайте посмотрим короткий ролик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Мне кажется, каждому из нас понятия приняли для себя решение. Можем ли мы молчать? Наверное, нет. Наше поколение не сохранит правду. А значит, этой правды больше не будет. Пожалуйста, ваши вопросы нашим спикерам. Пожалуйста. Вот молодой человек, потом сразу... Только представляйтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Артур Дмитрия. Микроскоп, не хотите? Меня не слышно? Хорошо. Слышно? Да. Родился в Советском Союзе. Вырос и живу в Германии, в городе Камбург. Алло, Тумас. Да, там работаю с сотрудником в парламенте. Я именно один из этих соотечественников, про которых Мария рассказала. Я думаю, здесь нужен реалистичный взгляд. То есть, сказать, правда, где-то в середине. Да, есть эти, скажем, предатели, которым уже Россия вообще не интересна. И я бы сказал, основная категория из этих людей, у них в целом, может, комплекс неполноценности. Потому что переехали на Запад, в Германию, чтобы там прекрасно жить и так далее. А теперь, грубо говоря, там пакеты таскают и полы моют. Есть такая категория. Но есть очень многие, которым Россия очень важна, у которых здесь родственники до сих пор. И очень сильная связь. Вот у нас, например, маленькая группа людей в Гамбурге полностью независимо смогла впервые провести бессмертный полк в Гамбурге именно. И с 2017 года до 2019 в этом, к сожалению, не получилось из-за короны. И по моей оценке, эта категория соотечественников, это большинство. Это моя оценка личная. И хочу поддержать тоже намек, скажем так, Марии, что, мягко говоря, российские структуры могли бы еще больше сделать для того, чтобы поддержать вот этих людей. Но мой вопрос к Томасу. Так как я прошел всю школьную систему с 1 до 13 класса в Германии, могу полностью поддержать то, что ты сказал о уроках про историю, про Великую Отечественную, Вторую мировую, я тоже заметил вот эти изменения, что раньше хотя бы еще говорили о том, что большинство потерь были на Восточном фронте. И сейчас это все больше ухудшается. То есть действительно доходим до того, что в школе, если, я даже видел такие цифры, опросы школьников в 60-х, 80-х годах примерно и сегодня. И видно было, вопрос был в принципе, кто победил против фашизма. И сейчас дошло до того, что большинство школьников отвечают, что Америка, конечно. И даже о некоторых случаях даже люди говорят, что Советский Союз начал и проиграл войну, даже до этого там доходит. Но у меня вопрос именно по СМИ в этом году, 75-е годовщина победы. То, что я читал в немецких СМИ, это было просто ужасно частично. Например, в газете Welt, большой известной, да, там даже была одна статья про Курскую битву, и они смогли в принципе ее так написать, что оказывается на самом деле Германия выиграла и так далее. И в принципе суть этой статьи была в том, что сказать, это создалось такое ощущение, что в следующий раз получится. Надо просто постараться еще лучше. То есть имею ввиду следующую большую войну. И в связи с этим вопрос Томасу. Ты рассказал про ситуацию в образовательной системе. А, извините, одна еще ремарка маленькая. Есть тоже большие исключения. Вот я, например, заметил, особенно те немцы, которые выросли в ГДРе, учителя из ГДР, которые до сих пор сейчас работают в ФРГ, у них, как правило, ситуация намного лучше. То есть они, так сказать, вот этой фальсификацией не занимаются. Вот по моему опыту. Вопрос, да. Как ты считаешь, какую роль играют немецкие СМИ в искажение исторической правды и даже в том, что мы в Германии называем Крикстрайбарай, Генг Ростленд? Да, спасибо за вопрос. Не знаю, насколько ты уже видел мой сайт «Антишпигл». Я об этом много писал. И СМИ играют огромную роль. Я вот сейчас, вчера в подготовке к сегодняшнему дню, смотрел еще просто у себя на сайте как бы статьи этого года. Очень много, прям, ну, опять же, без нецензурных слов, как бы описать сложно. Произошло все вокруг вот этого 27 января освобождение Освенцина, церемония, которая была в Израиле тогда, куда Путин приехал. Там же был большой скандал, что Польша не приедет, потому что Путин приедет, тогда Польша не участвует. И как бы, ну, нельзя описать без определенных слов. И там были такие комментарии в немецких СМИ, оскорбительнее к этой церемонии, которые, в принципе, ссылались на то, что, ну, все, что там в Израиле, как бы Путин это все оккупировал, и теперь это все российская пропаганда. Там даже уже речь практически не шла о том, речь не шла о том, что на самом деле происходило, как бы, почему они там собрались, да, 75 лет освобождения Освенцина и так далее. Об этом можно отдельную книгу писать. Роль немецких СМИ, это как раз, я не историк, поэтому я даже немножко волновался сюда приехать. Я скорее могу очень долго и подробно рассказывать о роли СМИ, потому что мой сайт называется, да, как бы именно критика над СМИ. Этим я занимаюсь, и это я анализирую очень четко, и тут, наверное, сейчас же времени не хватает назвать столько примеров, которые есть, но СМИ этим занимаются. Этим пример назвал, как Шпигель вдруг решил, что США освободила Освенцина. Но как можно это скомментировать? Это сам по себе говорит о роли СМИ, которые в Германии играют СМИ. Откровеннее? Никак. И верить, это отдельная тема, я знаю, эту статью про Курска, это я тоже читал. Я хочу представиться, я учитель из города Волгограда, и у нас большие традиции с городом Хемницем, наши дети по обмену. Хотел просто добавить в динамике, понимаете, наши дети по обмену ездили, 20 детей российских едут, живут в семье Германии, потом 20 немецких детей живут в наших семьях. Последний приезд разрешили только пятеро детей. То есть все время уменьшалось количество. Причем количество уменьшает власти Германии. То есть это принимается решение не школы, не гимназии, а прямо на уровне властей. Да, на уровне, да. Наша Россия готова, пожалуйста. Мы зависим от того, сколько Германии разрешит детей. Последний раз только было пять детей разрешили. Просто как реплика, чтобы... Сколько властей ограничивает, это мне неизвестно, но просто хочу добавить, что то, что в Германии узнают про Россию, ну, короче, они думают, они прилетают, тут бедности, их прямо в аэропорту уже ограбят. Я тебя замечаю, каждый раз, когда я в Германии, и мы говорим, ой, ой, поснакомимся, ой, ты где, ты почему я в России живу? Они говорят, как так можно? Ужас. И очень наглядный был пример последний. Пять лет назад я поснакомился с немцами, которые в Питере работали в Пульково, они сделали проект определенный, три месяца, и им дали целый, как бы, список инструкций, как себе в России вести, потому что там все так опасно. Все эти мифы, и поэтому, я думаю, Западу было обидно, когда в России был чемпионат мира по футболу, и миллионы приехали, сказали, опа, это вот другая Россия, чем нам в СМИ показывают, да. Поэтому тоже есть, не исключаю вариант, что даже родители запрещают детьми ехать, потому что как можно, нет? Нет, 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 потому что как раз там очень много семей, которые, как мы говорим, русские, уехали туда, живут, и у кого-то родители, но дети родились там немцы, и они готовы, это очень сильно меняется наше, дети меняются, когда пожили в немецкой СМИ, это другая Германия, там, когда они живут, что-то в немецкой школы, потом приезжают к нам, и тут повторяются идти, приезжают. Ну, это вот то, о чем говорила и Мария, в том числе. Да, это то, что я всегда в своем сайте пишу, между Германией и Францией, которые были врагами, после войны была большая программа обмен школьников и так далее. Мы знаем французы как свои. Почему в России это не сделать? Почему в России они прямо как бы против этого, чтобы люди познакомились и узнали друг друга и страны? Вот это почему-то не хотят. Петлянов Василий, Пермь, руководитель музея. Коллеги, очень интересную деятельность вы ведете. У меня как музейного работника возникают тоже вопросы к вам. Первый вопрос к Роману Юрьевичу. Можно ли на... Руслану Юрьевичу виноват. Можно ли ваши вот эти вот мультики использовать на экскурсиях, то есть на публичных мероприятиях, так скажем, или это для личного просмотра? Надо, надо... Сейчас. Насколько я понимаю, у нас там есть определенные ограничения прав, поэтому, ну, мы вот говорили как раз с этим музеем, что это можно использовать. Поэтому, я так понимаю, это вопрос просто юридического оформления правильного договора, и мы можем передавать права. Партнер Музея Победы, я думаю, что здесь мы что-нибудь придумаем. Значит, решим. И еще один вопрос. По поводу содержания мультика. Отличнейшая вещь. Вопрос один только. Действительно, почему выбрали Познера в качестве диктора? Это не единственный мультфильм, и это единственный мультфильм, который озвучен им. Там каждый мультфильм озвучен новым, скажем так, opinion-лидером. Мы шли не по пути того, что сказал Познер по поводу Второй мировой войны, мы шли по пути того, что это должен быть opinion-лидер, это должен быть лидер мнения, это должен быть человек, который привлечет дополнительную аудиторию, который даст дополнительную известность этому продукту, который сделан. При этом не мне судить Владимира Владимировича Познера, это то, что он сказал. Я думаю, что, опять же, выдернутые из контекста слова, это не всегда есть диагноз. Я думаю, что имел он в виду не совсем то, о чем мы только что говорили. Понял, спасибо. И вопрос к Марии Валерьевне. Все мы знаем, что сейчас есть такая поговорка полушуточная, если нет на YouTube, значит ничего не было. Поэтому, когда проводится бессмертный полк в 119 странах, как это отображается в СМИ и в социальных сетях? На примере США, пожалуйста. У нас сегодня совершенно уникальная ситуация в этом зале происходит, потому что вы прочитали слова моей презентации, хотя ее не видели. Вы прочитали только что мои мысли, хотя я вам вроде бы их... Получается, я вам их передала, действительно. Почему важно это это? Если события в СМИ не было, значит забудьте о нем. С другой стороны, в СМИ могут появляться такие события, иногда даже персонажи, которых нет в природе, но они теперь становятся реальностью. США освещается слабо. Вообще, объективно, если говорить про... У группы у соотечественников есть, но я при всем уважении с присутствующим здесь соотечественником все-таки брошу вот свое фи по поводу этого. Почему? Потому что они иногда создают закрытые группы. Я их понимаю. Они пытаются во многом в США, например, избежать, значит, каких-то конфликтов с властью местной. И, ну, действительно, их преследуют. И поэтому они существуют в этих закрытых таких анклавчиках, в каких-то центрах. Но с точки зрения транслирования идеи, очень важно об этом говорить публично. Но есть еще другая проблема. То, что они пытаются сказать, не публикуют. И это не становится новостью номер один, как вы понимаете, в Нью-Йорк Таймс. Как у нас в Перми, например. О, и в Перми, в Москве, во всей России. Как происходит день 9 мая? Главная новость – это парад и бессмертный полк. Конечно, в США такого нет, но хоть что-то показывают на Fox News? Нет, я на Fox News ничего не видела. Ну, я честно говорю, как есть. Но, опять же, шаг за шагом – это очень долгий, длительный процесс. Если мы ожидаем, что вот мы сейчас такие молодцы приходим, и все, значит, информационная война заканчивается. Нет, у нас в любом случае будет противник. Наша задача – вести очень долго. Вы сегодня говорили про, значит, почему американцы вообще, зачем они этим занимаются. Потому что для них это часть картины мира. Если вы, я вам сейчас скажу слово ФБР, вы вспомните людей в черном. Но они такие подтянутые, все такие идут, они всегда правы. То есть они формируют, допустим, тем же кинематографом уже десятки лет. И войны – это элемент того, что Америка всегда права, она всегда с шоколадкой, она всегда делает вот это. А мы этого не делаем. Вот проблема. Спасибо. Но вся эта, так сказать, их пропагандистская работа не помешала сейчас поставить сотни полицейских на колени. Это отдельная тема, если на нее с удовольствием побеседовать, что произошло. И последнее. К выступлению Томаса, когда он сказал про Аушвицберкинау, он же Освенцем, подвис вопрос, зачем же это происходит. Хотел бы собственным мнением поделиться, зачем сейчас происходит переписывание истории. Мы переписываем истории, чтобы изменить настоящее. В Польше что происходит? Какая ситуация? Увеличение военных баз американских. То есть сейчас идет просто-напросто улучшение имиджа, образа американских вооруженных сил. Посмотрите, они же в 45-м году спасли евреев, а сейчас они нас спасут от российской угрозы. Для части общества это будет решающим фактором, чтобы поддержать эту идею. Мне так кажется. Спасибо. На мой взгляд, продуцирование страха это вообще, наверное, один из самых эффективных методов управления, хотя не самый интеллектуальный. Ну что, друзья, мы за... А, еще один вопрос. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я тоже являюсь российским соотечественником, но вовлечен в более-таки масштабный. Я исполнительный секретарь Координационного совета соотечественников Турции. И могу сказать, что в Турции, во всяком случае, делается все возможное, чтобы мы чувствовали себя очень хорошо. То есть, даже вот последняя пандемия, но, допустим, мэрия Анталии разрешила, чтобы по городу ездили и пели песни военных лет. И огромный бессмертный полк, допустим, в городе Кемере. Я хотел спросить, вот, Мария, у вас, вот из вашего выступления, я так понимаю, что в целом, да, потому что вы общественная палата, я так понимаю, что приоритет будет продолжать оставаться в странах Западной Европы, Америка, в том числе в работе соотечественниками. Я правильно понимаю? Потому что столько говорится о США, но, например, Турция создает беспрецедентные, да, возможности. И через вот такие вот страны, которые сейчас находятся в внешнеполитическом приоритете, может быть, можно заходить в том числе через правильное позиционирование, допустим, вот, наследие Великой Отечественной войны, вот, может быть, через эти страны, там будет создаваться достойное информационное поле, через которое, может быть, будут заходить и в том числе в страны Запада. Вот как вы считаете? Или у нас все еще будет Германия, США, Франция, Германия, США, Франция, в том числе в работе с соотечественниками? Я думаю, что это очень грамотная мысль. Спасибо большое. Давайте мы с вами контактами обменяемся. И я с удовольствием. У меня следующий вопрос. Вот здесь вот два информационных агентства сидит, да, это РИА Новости, АИФ, это очень серьезное агентство. Я тоже, да, как исполнительный секретарь, знаю, насколько освещается, да, и действительно не освещается в полном смысле этого слова. Почему? Потому что иногда нас, соотечественники, воспринимают как балалайка, рисунки нарисовать, стишки почитать, да. Вот скажите, пожалуйста, в РИА Новости есть ли отдел, который занимается, ну, у нас, я понимаю, что знаю, есть представитель РИА Новости, Алена, да, Положничев. Вот спросите, скажите, пожалуйста, насколько, я понимаю, что... Я модератор, не могу быть спикером, но вам очень кратко скажу, да, что МИР России сегодня, частью которой является РИА Новости, также включает в себя агентство «Спутник», которое вещает, так же, как и коллеги из RT во всем мире, и у нас огромная аудитория в Турции. Я хочу сказать, что когда я выступала с лекцией в одном из турецких университетов, я рассказывала о сверхновых мете, о новых форматах, то мы получили... я была потрясена тем, что мы получили какие-то сотни и сотни заметок об этом в турецких СМИ, и это тоже, мне кажется, было важно, потому что они рассказывали о том, как российские журналисты делятся с турецкими студентами и с журналистами высокими технологиями, тоже работает на, знаете, такое взаимное продвижение. И наше агентство «Спутник» турецкое – это один из самых, насколько я знаю, одна из самых крупных редакций зарубежных, и я точно знаю, даже из нашей внутренней переписки, что одна из важных. Так что здесь мы стараемся. Я здесь не в смысле претензий, я в смысле того, что действительно российским соотечественникам необходимо получать знания, в том числе, каким образом продвигать свои проекты информационные. То есть может быть осуществлять какую-то поддержку, в том числе от таких серьезных информационных агентств, не систематически, но так иногда. Понимается, давайте после конференции объединяемся контактами. У нас есть проект «Спутник.Про», который учит, как раз проводит тренинги, мы приедем с удовольствием. О том, что, помимо всего прочего, я еще работаю в русской школе, там, да, и вот, например, Турция имеет очень большой интерес к школьной программе. Вот вы сейчас все говорили о школе. Например, я помогал педагогическому университету, у преподавателей была тема «Вторая мировая война в учебных курсах Америка, Турция, Германия, США». Вот на уровне школьного образования почему ничего не делается, почему не проходят конференции, встреч, где обсуждается то, каким образом преподносится Великая Отечественная война, я имею в виду на уровне Министерства просвещения. Почему мы сразу эту тему, мы отдаем ее только лишь Министерству высшего образования и науки. Мы говорим только о студентах, но ведь дети тоже, это очень большая категория. Хорошо давайте не средней, средней, начальной школы, но хотя бы старший подрост. Это было бы тоже очень актуально для сохранения правды и памяти о Великой Отечественной войне. Спасибо большое. Мария, есть идеи? У меня можно коротенький комментарий в связи с выступлением? Во-первых, по поводу вашего коллеги. Спасибо вам огромное за вашу работу. Я думаю, что нам нужно совместно с МИА сегодня, Общественная палата инициировать соответствующее обращение. Мы там свяжемся отдельно, я думаю, что это будет очень правильно. Что касается выступления с отечественников, я думаю, что нужно взять на заметку. Тут еще у нас есть очень серьезный игрок на этом поле, это Россотрудничество. И они тоже ведут большую работу. Соглашусь с нашим коллегами вот в чем. К сожалению, соотечественников иногда видят как балалайка и медведь. И это надо признавать. И им просто дают какие-то задания, ой, давайте будете рисунки рисовать. Поэтому я вам дала пример Богданы Осиповой. Они действительно готовы помогать, много готовы помогать. Не всегда знают как, иногда нуждаются в юридической защите, но и воспринять надо как взрослых людей, а не то, что вот они только могут культурные эти вот вещи, причем штампы, кстати говоря, транслировать. Ну что за балалайка и медведь? Ну мы сами этот образ транслируем, такой балалайка и медведь. У нас осталось буквально 30 секунд. Если вы уж 15 из них уложите, здесь будет здорово. Давайте. У нас 52, Министерского, Ростов-на-Дону. Светлана Светлична, директор. Я хочу сказать, что мы уже запустили проект с нашими русскими соотечественниками. У нас уже есть готовые предложения. С координационным советом соотечественников мы работаем. Здорово. Вот на таких инициативах на самом деле все вырастает. Огромное спасибо и спикерам потрясающим, замечательным, и участникам за такую заинтересованность и внутренний запрос, внутреннюю боль. Мы только начинаем наш разговор. Через час, меньше чем через час, у нас будет следующая сессия, в которой мы будем говорить о том, об военном старителлинге, то есть о том, как рассказывать и достукиваться, достучаться. Там будет очень интересный состав спикеров. А вот потом в 13.55 сессия будет, где мы будем говорить о документах. И там в том числе будет несколько иностранных участников. Там будет Ярослав Скворцов. И там будет Сергей Мирошниченко, как раз которого я вам сегодня представляла. Я думаю, это будет очень-очень интересно. Значит, все, кто хочет обменяться контактами, не разбегайтесь. Давайте обменяемся и ждем вас в этом зале снова. Спасибо огромное. Продолжение следует...